Нина получила зарплату. Выдохнула. В голове заработал калькулятор. Ниша осеннюю куртку и спортивные штаны. Катя обещала на краски и салон красоты. Маме на новый кафель в ванную. Стройный список необходимых расходов выстраивался быстро, неумолимо и в столбик. На ипотеку, на коммуналку. Так, хотела же новое платье, пару книг и с подругами выбраться на кофе. Не, опять не выходит. Нина зашла за угол и закурила. Горький дым обжег горло. Сигареты были тяжелой артиллерией от грусти. Применялись редко и ни черта не помогали. Предательски задрожала нижняя губа. Глубокая горькая затяжка. Дым попал в глаза. Сморщилась, заморгала. Месяц выдался тяжелым. На работе беспрестанный завал. В прошлом году сократили половину коллектива, а нагрузку разделили на оставшуюся. Нина была счастлива, что ее оставили. Переработки? Ну а кто, если не я? В этом году клиентов стало больше, а коллектив остался прежним. Нину, руководителя IT-отдела, предупредили, что надо сделать рывок и тогда, в следующем году, штат увеличат и ей будет легче. Муж, понимающий, кивал, когда Нина заходила домой в 9 вечера, доставала ноутбук и работала до двух ночи. Но только до тех пор, пока у нее хватало сил вставать в 7, готовить всем завтрак, собирать на работу и в школу. Когда однажды женщина сказала, что больше так не может, и Миша мог бы сам взять на себя утренние приготовления, муж сделал круглые глаза и сказал, что он женился не для того, а для чего не уточнил. Хлопнул дверью и ушел на свою работу, небольшую строительную компанию, которая последний год исправно генерила убытки, а потому зарплату Миши платили по минимуму и кормили завтраками. Миша злился, срывал негатив на жену, уходил в себя, точнее, в компьютерную игру, где он строил, вероятно, дивный мир с нормальными работодателями, зарплатами и безупречной женой. Катя, дочь с 16 лет от роду, не встревала в эти земные семейные проблемы. Девочка она была ранимая, занималась рисованием, тонко чувствовала прекрасное, была влюбчива и требовала в себя немаленьких вложений, ведь надо было подавать себя этому миру красиво, а не абы как. Нина докурила, медленно пошла к метро и обернулась возле ярко освещенной витрины. А там висело оно. То самое платье, о котором Нина мечтала месяца четыре, а в принципе о таком еще года полтора, если честно. Стильная, фантастического цвета бордо 1968 года, которое Нина пила один раз в своей жизни в гостях у любимой подруги Веры, которая сумела таки реализовать свою мечту. Но это совсем другая история. Это платье было над модой, что-то в стиле Коко Шанель, безупречного кроя и качества, где каждая выточка произведений искусства. Нина представила себя в этом платье, выходящее из такси в аэропорту с небольшим чемоданчиком. Вот она идет к стойке регистрации, и люди расступаются, а персонал улыбается. Нина владелица собственной компании, и все ее разработки работают на нее, а не на дядю. И сейчас она летит на конгресс в Гонконг, где ей предстоит получить премию. «Девушка, зайдете?» Нина вздрогнула, помотала головой, чтобы снять наваждение, и увидела продавца, которая приветливо приоткрыла дверь магазина. «Вы уже десять минут так стоите, и я подумала вас пригласить». «Да! Нет, я спешу, но зайду в следующий раз, наверное». Сейчас Нина заикалась и буквально зависла между двумя мирами. Все-таки зашла, а там закрутилась, и через полчаса Нина вышла с покупкой и раздвоением личности. Одна летела в бизнес-класс в страну огней, вторая спускалась в метро на негнущихся ногах. Это был худший вечер в жизни Нины. Утром она вернула платье в магазин, кажется, с частичкой своей души. Через неделю у женщины случился нервный срыв. Она не могла ни работать, ни выполнять обязанности по дому. В компании ей сразу заявили, что желательно поправиться как можно быстрее, чтобы, как говорится, место не ушло. Миша злился, злился, да и ушел к маме. Катя помогала по мелочи, но настолько явно выражала неудовольствие, что это только усугубляло напряжение. А потом и вовсе уехала к подруге. И впервые Нина оказалась в одиночестве и тишине. Сначала оказалось, что все это дано как наказание за то, что Нина была недостаточно хорошей сотрудницей, женой и мамой. Потом полезли мысли, что это наказание за желание иметь слишком дорогое платье и мечты о другой жизни. Потом Нина стала поедать себя за то, что слабая и уже неделю не может прийти в себя. А потом позвонила Вера. Это было так неожиданно. Вера приехала в город на пару дней и, узнав ситуацию, приехала к Нине. В пакетах с дорогими продуктами нашлось и Бордо 68-го года. Разговор был откровенный и перевалил далеко за полночь. Делились с женским. Одна фраза Веры врезалась Нине в мозг. Вселенной на всех плевать. На тебя, на меня, мироустройство безжалостно. Пока ты всех обслуживаешь, мотая сопли на кулак, они тебя просто потребляют. Слабых и добрых только используют. А сильные и добрые заботятся в первую очередь о себе. Наденьте маску на себя, а потом на ребенка. Слышала? Вот-вот. А еще сила в смелости. Что ты сделала, чтобы продвинуть свои разработки? Что сделала, чтобы близкие ноги об тебя не вытирали? Ждала, надеялась? Невелика работа. Ты можешь больше. После встречи Нина пошла на поправку. Вышла на работу. Ниша и Катя приехали домой. Ночной разговор Нина списала на бордо. Хлесткие непривычные верины слова постепенно выветрились из головы. Жизнь пошла своим чередом. В начале марта Нина бежала к метро. Глянула на витрину того самого магазина. Платья не было. Ее мечту купил кто-то другой. А 8 марта в дверь позвонил курьер и передал коробку на ее имя. Нина обомлела, открыла. Там то самое платье. Бутылка бордо и записка от Веры. Ты можешь больше. Вечером за семейным ужином Нина была в платье. Тянула бордо и с огромным удовольствием выкурила половину тоненькой сигаретки. Она светилась изнутри. Прямо сейчас внутри рождался план. А близкие смотрели во все глаза. Это та же Нина или какая-то новая? А вдруг возьмет и улетит в Гонконг? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok